Всем привет, дорогие друзья! С вами Юлия Фиолковская. Очень много вопросов поступает о том, сколько стоит жизнь на Пхукете. На самом деле, существуют две основные и самые важные статьи расходов. Первое – это жилье, второе – это еда. Все, это вот прям наш фундамент. Но если с первым мы разобрались уже, да, жилье у нас стоит 18 тысяч бат в месяц, плюс, ну, где-то полторы тысячи бат на коммуналку. Ну, короче, округляем, где-то 20 тысяч бат мы тратим на жилье. С едой мы решили прям углубиться и показать вам наш завтрак, обед, ужин. Прям целый ролик питанию, сколько стоит, чем мы питаемся, где мы питаемся, чтобы вы своими глазами увидели, ну, и все ценнички вам, конечно, расскажем. Особенно актуально это будет тем, кто тренируется по моей программе тренировок «Путь к телу мечты», кто решил заняться своим телом, привести себя в форму, потому что я после родов, мне пришлось кардинально пересмотреть свое питание, какие-то изменить привычки и при этом не заниматься кардио, при этом заниматься два раза в неделю и никаких дурацких, изнуряющих тренировок. В общем, все максимально лояльно, адекватно, чтобы очень быстро привести себя в форму. Поэтому, девчонки, если вы решили взяться за себя, вот взяли себя в руки, посмотрели в зеркало и сказали «Я готова», тогда переходите по ссылочке в описании, вам точно понравится. А мы начинаем наш обзор. Поехали! День начинается, конечно же, с завтрака. Что у нас с Марком на завтрак? Так, наше блюдо, конечно, отличается немного от севиного. Мы покупаем вот такую овсянку в 7-11, насыпаем ее вот в таком количестве просто на глаз. Добавляем сюда идеальные хромтяжки «Мило» от «Настле», вот таким образом. Чтобы Марку было вкусно кушать. Да, чтобы Марку было вкусно и мне, конечно, я всю жизнь мечтала об этом. И добавляем миндальное шоколадное молоко. Бабах! Наливаем, 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 чтобы было вкусненькое. Чтобы было ням-ням-ням-ням. Вот так. И все это дело мы ставим в микроволновочку на 2 минуточки. И наш завтрак готов! А у севы завтрак немного посложнее. Сейчас посмотрим. Да, и, кстати, по цене нашего завтрака на двоих, на меня и на Марка, выходит 50 бат. 100 рублей. Завтрак севы немного посложнее, чем наш с Марком, но давайте тоже его рассмотрим. Что у севы? У него вот такая овсянка. Мистер Гарретт. Гарретт, простите. Более грубого помола, да. Мы берем один черпачок овсяночки. Вот так вот. Мы берем миндальное молоко, не шоколадное, он не любит шоколад. Мне кажется, он притворяется. Все любят шоколад. Вот. Берем миндальное молоко. Я его уже взболтала. Наливаем два черпачка мерничка нашего. Вот так. Раз. Два. И ставим на две с половиной минутки в микроволновку. Плюс после того, как все прогреется, он добавляет туда сухофрукты, орешки и одну ложку арахисовой пасты. Банан и изюм. Называется «Ленивая овсяночка». Всем рекомендую. Очень вкусно и полезно. В эфире кулинарное шоу фиолковских. И после того, как наша овсяночка будет готова и нагрета в микроволновке, Сева добавляет сюда вот такой изюм. Орешки, кстати, грецкие орехи. Да вообще любые орехи в Таиланде очень дорогие. И бананчик. Получается очень и очень вкусно. Можно добавлю, да, Сев? Вот так. Одним движением руки. Оп. И, конечно же, вот такая паста. Да не обязательно такая, любая орехи соль. И супер сладкая, главное, чтобы сдула. Чтобы солью отдавала, чтобы Юля не ела. Давайте подведем итог стоимости вот двух блюд на завтрак. Это, кстати, нам с Марком на двоим, а это 7 на 1. Выходит 150 бат. Ну, плюс-минус. Это 300 рублей за вкусный, полезный, насыщаемый завтрак, который вас держит спокойно до обеда. И, как бы, ничего вредного вы не скушали. После завтрака Сева обожает делать себе кофе. Это зерно он покупает у местных обжарщиков в Олд Тауне, Кампус Кофе Ростерс. Потом мы взяли с собой вот такую портативную кофемолку. Он молит здесь зерно. Вот таким образом. Долго, упорно, нудно и очень энергоемко. Таким образом прокачиваются мышцы бицепса, трицепса, немного пресса и приводящие мышцы бедра. А вот. Я не использую беда, а только руками. А я, видишь, использую. Прошло 10 минут уже. Я тебе чуть-чуть искаживаю специально. Все. Ручная кофемолка, ну это такое себе удовольствие. О, неужели? Все. Есть. Теперь мы берем, открываем вот эту вот красоту. Опа, есть. Высыпаем вот сюда. Да что такое оно там залипло? Да все, все, все. Сколько кипяточка? Полную крышку. До краев? Да, до краев наливаем. До краев наливаем кипяточком. Ровно две минуты. Это, если что, аэропресс. Вот так. Помешай ложечкой мака. Ложечка Марка. Потому что в Дубае, расскажи историю. Потому что в Дубае у нас была специальная мешалка, черненькая, такая удобная, складная, портативная. И когда у нас убирали комнату, ее просто выкинули. Подумали, что это либо мусор, либо что, не знаю. Ну, в общем, она таинственным образом исчезла. И на этом история закончилась. Мы взяли ложку с собой портативную. Ждем. Ты хотела про чай рассказать. А, да. Я хотела рассказать про чай. Я не пью чай. Потому что, если пить чай, то к нему будут сопутствовать вкусняшки всякие. А я их очень люблю. Как и все девчонки. Вот. Поэтому чай я не пью. Я пью только воду. Но вкусняшки сейчас могу себе позволить. Потому что я держалась без вкусняшек достаточно долгое время. Я привела себя в форму. И сейчас я нормально выгляжу, прекрасно. У меня вес держится. В одной колее, там, 48-50 килограмм. Вот в этих промежутках. И все. Главное самое соблюдать колораж и физическую активность. Секрет в том, что я не буду включать. Так, Юля, через 4 секунды начинаем продавливать. Как? На протяжении 30 секунд. Все, давай, давай, давай. Да я этого не делала никогда. Там не сложно. На протяжении 30 секунд. Не надо торопиться. Надо медленно. Что-то давлю, задавливай. До конца. Еще, еще, еще. Сиди, сиди, сиди. Все, кофе готов. Бицуха тоже. Практически каждый день мы обедаем в этом китайском ресторанчике. На первый взгляд он такой, ну, не очень, да. Но на самом деле здесь очень вкусно. И даже Сева в Уоллтауне кушал именно в таком заведении. Вообще тут много именно таких заведений. И оно очень популярно у китайцев. Мы пришли вчера или позавчера. Тут просто свободных мест не было. Ну, реально. И тут очень классное отношение к Марку. С ним тут все играют. Ему уделяют время. Ему разрешают бросаться камнями. Ему тут моют руки. В общем, Марка тут занимаются все. Ему очень нравится. Так вот, давайте рассмотрим меню. Сева любит чай китайский. Ему приносят кружечку чая и лед. Сюда можно налить чай, чтобы он остыл. Ну, короче, это вот китайцы любят холодное такое все. А я вам покажу, что мы заказываем здесь на постоянке. Чем мы питаемся прям с удовольствием. Итак, вот это рис с креветками. Нам очень нравятся здесь и овощи, и креветочки, и лучок, и соус, и специи. И это не остро. У них тут еще в комплекте идет куриный бульончик, который можно как супчик, да, там, рисик. Сделали, разбодяжили, все, Марку даем. Дальше рис с крабом. Настоящим крабом. Не просто крабовые палки, а именно настоящий. Рис с курицей. То есть вот это вот топчик наших блюд, они недорогие. 70 бат, рис с креветками. Мы покупаем 3 риса и кушаем. Получается 210 бат на троих. Это 430 рублей. И плюс чай. Ну, короче, где-то 450-500 рублей у нас уходит на троих на обед. Это суперкруто. Помимо всего этого, здесь есть супы разные. И куриные, и со свининой, и с говядиной. Здесь есть всякие бао, посмотрите. Да-да-да-да-да. С Марком играют. Короче, здесь есть китайские бао. Это типа булочка, и в ней батат или свинина, или какие-то овощи. Но мы это, конечно, не очень любим. Мы покупали, пробовали, но на этом все остановились. Хлебный хлеб. Еще и пережаренные в кляре. Потом вот это вот все, это типа китайские роллы. Там свинина завернутая с овощами или с грибами какими-нибудь супер острыми. Или морепродукты. Ну, в общем, дальше. Здесь у нас супчики, десертики. Опять эти жареные бао. Это батат, желе из батата. И вот здесь всякие разные супы. Крем, какой-то рисовый крем-суп с какой-то рыбой. Вот этот, не помню. Он стоит 70 бат именно с рыбой. Вообще почти каждое блюдо стоит в диапазоне от 50 до 80 баллов. Да, все очень доступно и понятно. Нам здесь нравится, потому что еда не жирнючая, не пересоленная. И свежая. Марку здесь нравится кушать. Нравится рис с овощами, с курицей или с креветками. Ему нравится. И он, когда в хорошем настроении, даже может сам ложку поесть. Курицей или с курицей или с курицей или с курицей. 100% обслуживание за ребенком. Я не знаю, где это вообще бывает такое нормальное, позитивное отношение. Я думаю, что ваш ответ будет очевиден. Нет. Только здесь это возможно. Давайте пока марка нет, я быстро расскажу по блюдам. Огроменные креветочки. Просто гигантские креветочки. Четыре штуки. Четыре штуки в порции. Овощи. Яичко. Яичко я забыла здесь, да? Ням-ням-ням-ням-ням. Держи. Супчик. Ам-ням-ням. Ам-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Да, и чесночная подливка. Сегодня не супер острая. Я, кстати, люблю. А какой соус красный? А, и, кстати, если вдруг вы не знали. Вот это... Не все красное острое. Да, не все красное острое. Это типа брусничного соуса, сладко-кислого. И он очень-очень кайфовый. Мне понравился. Прям даже супер горячее, горячее, горячее. Хот, ход. Хот, ход. Горячо. Ну, в общем, чтобы вы знали. Так, ну, давай сразу подведем дебил. Скажи, 235. Короче, дебил. Это чек. Вот это, вот это, вот это. И чай. Вот это, вот это, вот это. И чай. Это 230 бат. Это 460 рублей. И мы наедаемся. Полноценный обед. Офигенно просто. Просто суп по-царски. После обеда, когда хочется вкусняшку, мы едим манго. Конечно, уже не килограммами, как раньше. Ну, по одному хотя бы в день. За два манго мы отдаем обычно где-то 50 бат. Ну, получается, одно манго 25 бат. Отлично. Очень сладкое в этот раз. Вообще обалденное. Сегодня у меня по плану тренировка. Как я и говорила, я занимаюсь всего два раза в неделю. Никакого кардио. Слушайте, на самом деле, хоть по два часа каждый день вы будете бегать на этой дорожке, ваши руки не будут подтянутыми, плечики округлыми. А попа сама себя не накачает. На самом деле, девчонки, если вы хотите построить тело своей мечты, я упаковала свою программу в очень классную онлайн-платформу, в которую включила только самые-самые эффективные, самые кайфовые и прокачивающие именно нужные места упражнения. Поэтому, если вы готовы взяться за себя, обязательно переходите по ссылочке в описании и начинайте тренироваться вместе со мной. Я смогла, и ты сможешь. У Севы сегодня тоже тренировочка. 50 выходов силой, 50 отжиманий в стойке. Цель уложиться за 30 минут. Кстати, если вы находитесь на Пхукете, Сева ждет вас на свои персональные и индивидуальные тренировки, на которых вы подтянете свою физуку, научитесь крутым элементам и станете суперменом. 45. 45? Выход активного. Ага, отлично. Не пойду на отжимания в стойке. Время. 22 минуты. Пока вроде укладывается. Ужин в 7-Eleven. Некоторые уверены, что здесь не продается ничего хорошего. Здесь еда очень низкого качества. И сегодня мы развенчиваем эти мифы, потому что мы уже много дней кушаем, ужинаем именно в 7-Eleven. Сейчас мы покажем вам, какие блюда мы берем. И чувствую себя королями. Да, чувствую себя королями. Это, знаете, ну а-ля вкусвилл, да? На минималках. Будем так говорить. Короче, мы себе что берем? Мы себе берем вот такую чудесную азиатскую лапшу. Просто с этими, с овощами. Две, да? Сев, ты же будешь? Да. Тебе же брать. Марку мы берем обычно вкуснейшие макарошки. Сейчас я их... Как цвету о том, чем кормить ребенка. Увижу, да. Чем кормить... Вот они, точно. Блин. Ты увидела? Я сейчас... Подожди, я же посвежее должна взять. О, смотри, свежак. До 20-го числа. Мам, пап. Мам, пап. Мам, пап. Смотрите, здесь есть вот такие макарошки. Это типа паста. 45, дирхам, хотел сказать. 45 бат стоит. Это 90 рублей. Марка еда стоит 37 бат. Это 80 рублей, короче. Потом вот такой рис с курочкой томленой. 80 рублей. Отзеркаливает, плохо видно. Короче, ну я хочу же показать, что еда обалденская. Да, Марк конфетку взял. Так, теперь мне нужны вареные яички, не соленые. Стоят они... Это соленые как раз. А мне нужны... Мне нужны вот эти. Вот они. Стоят они всего 32 рубля. Уже вареные. Уже вареные, да. Вы говорите сумму в бат. До 20-го. 16 бат, хорошо. Да все же спрашивают, сколько бат, сколько бат. Все, 16 бат. Дальше пиццу Марку берем? Да. Пиццу Марку. Сейчас я скажу, какой он, какая ему приглянула. И возьми ролки, мне очень нравится с крабом. Ой, ролки с крабом, точно. Давай возьмем. Сегодня какое число? Сегодня 13-е. О, сегодня пятница 13-е. Свежа. Интересненько. Свежа. Короче, берем ролку. И скажи, что мы еще... Берем... Так как не очень много мяса кладут в еду, мы отдельно берем, покажи, эти филешки куриные. Короче, вот эти филешки куриные, да. Вот это, вот эту, вот это вчера не острая была вообще. Вот. Вот это супер острая. Просто пипец. 80 рублей стоит одна филешка. Вот такая. Хорошо, 40 бат. 40 бат. Все, рубли забыли. Мы живем в Финланде. Мы верим в батах. Все. Давайте сами посмотрят по вкусу. Ты полюбила вот это? Да, это мы с Марком, типа Трайфла. Давай возьмем его, или что ты хотела? Я хочу, во-первых, посвежее, а во-вторых, вот, сейчас покажу. Здесь есть моти, они не очень вкусные, серьезно. В Ставрополе у нас готовятся самые вкусные моти, я по-моему, в мире, а эти все прям вот фигня какая-то. И еще мне нравится здесь вот такой рисовый десерт. Это типа черный рис какой-то, бурый, с кокосовым молоком и с кокосом. Он до 18-го, сейчас я найду, что-нибудь посвежее. О, до 21-го, свежательно. И оплачиваем. Сумма выше сколько? 366 бат. И мы себе ни в чем не отказывали. И нас жрем сейчас очень вкусно. По-царски поедим сейчас вообще. Это еще с конфеткой для Марка. А, да, мы конфетку еще... Марк, что-то уронил. Все, пойдемте кушать домой. Давайте посмотрим, какой царский ужин мы себе накрыли и из чего он состоит. Итак, это у нас тайские какие-то макарошки со свининой, с овощами. Это мы отдельно докупили курочку. Сева докупает отдельно яички, очень ему нравятся вареные. Но есть же каждый день один рис, 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 рис. Это у нас детские макарошки с курочкой и куриными сосисочками. Плюс тут есть яичко вареное. И все это в томатном соусе абсолютно не острое. У меня такое же блюдо, как у Сева, только без допов, которые Сева любит. Дальше для Марка у нас пицца с курицей, ананасиком и каким-то еще соусом. Плюс ролки из скраба. И вот это вот сэндвич с какой-то рыбой и зеленушкой. И салатик, овощи. Что там, там мясо есть какое-нибудь? Нет, ничего, чисто салатик. А, чисто салатик с сухариками и каким-то вкусным соусом. Давайте теперь посчитаем, сколько у нас всего уходит на еду в день, чтобы подвести такой грубый итог месяца. У нас еще два десертика. У нас еще, кстати, да, два десертика ппшных спрятаны в холодильнике, которые мы можем себе позволить, и Марку очень нравится. И еще плюсом добавляем, ты сказал, 30 бат на кофе, да? Итак, поехали. Завтрак у нас 150 бат на троих. Плюс прибавляем твое кофе 30 бат. Плюс прибавляем обед, который у нас был в кафе на троих, 230 бат. Плюс добавляем ужин, весь у нас обошелся чек в 366 бат. Что-то забыла или все? Кажется все, да? Итого получается у нас по итогу 776 бат в день, да? Теперь 776, ну, короче, понимаете, у вас плюс-минус так и будет выходить. Хоть вы там сами будете готовить, пытаться, хоть что. Просто мы, когда жили в другом месте, на другой квартире, да, у нас там была плита, сковородка, а в других кондоминиумах вообще ничего нет. Вам приходится докупать посуду, там, или эту же самую плиту, или там нет микроволновки, придется купить микроволновку. И все равно, ну, вы не будете тратить столько времени на готовку. Тут жарко, еще готовить. Чего вы каждый день будете есть? Все провоняется едой. Да, все провоняется едой. Вы не будете уже не свежее это есть на следующий день, 100%. Потому что это уже будет не так вкусно, как только что приготовленное свежее. Поэтому... И не будет так разнообразно. Да, и не будет разнообразия. Поэтому мы приняли решение, что нам по кайфу 7-11 и наши доступные кафе, которые вот рядом тут. Один китайский ресторан, второй китайский ресторан. И я вам скажу больше. Тайцы редко, когда сами что-то готовят. Вот сколько мы не видели там, жили в Латике Монсо. Вообще люди, которые живут в таких себе условиях, спят на матрасах каких-то в лучшем случае, заказывают доставку. Они приезжают на мотике, им сразу выносят коробки с едой, там по 60 бат блюда, и они уезжают домой. Все, и люди кайфуют, и я согласна. Нормально. И посуды по минимуму тратятся, и нервов. И не жаритесь вы возле плиты этой, короче. Ну реально. Кстати, хорошая еда, типа вкусвилл, касается только 7-11 и Family Mart на Пхукете. Нет, ну а в Таиланде может быть в смысле в целом. Мы не знаем, что в Бангкоке. Мы не знаем. Мы не проверяли. Поэтому мы говорим сейчас за Пхукет. Конкретно. В Малайзии просто какой-то жесть. Шок. Потому что есть это невозможно. Как будто ссылочка к видеоролику нашей поездки в Малайзию. Да, посмотрите по ссылочке в описании, где-нибудь там или вот здесь. Потому что мы ни кайфанули, ни капли, мы там вообще не могли найти, что покушать. А здесь кайф. Итого. Прибавляем. 20 тысяч бат в месяц на жилье. Смотрите, мы сейчас по расходам составим. Значит, 20 тысяч бат, это грубо, в месяц на жилье. Плюс, подожди, не так. 776 умножить на 30. Да. Получается 23,280 плюс 20 тысяч бат на жилье. И плюс 5 тысяч бат мы прибавим на такси. Потому что каждый день мы не ездим в какие-либо точки. Если ездим, то там раз в... Марк, не надо, пожалуйста, не стучи. Короче. Ну, это такси, мы периодически катаемся. А те, кто берут тачку в аренду, это вообще плюс 15 тысяч бат, а то и 20. Сейчас 20 тысяч бат. Чисто себя. Да, чисто мы берем в расчет себя. Марк, пожалуйста, не стучи на видео, будет очень шумно. Не понравится нашим подписчикам. Так вот, получается итоговая сумма в месяц 48 тысяч 280 бат. Теперь переведем это все в рубли, да, кому интересно. Или давайте сразу в доллары, да, переведем? Сейчас доллар 34. Разделить на 34. На 34. 1420 баксов. Короче, полторы тысячи баксов у вас выйдет проживание в более-менее адекватном месте на семью с двумя взрослыми и одним ребенком. Это плюс мы еще там... Это средние расходы. Да. Есть еще дополнительные... Не отказываем во вкусняшках. Да, есть еще там, например, машинку ребенок захотел, там 50-100 бат, да, вышло у вас. Или пришлось тапочки купить или памперсы купить. Ну, это уже такое, отдельное. Ну, я думаю, что если вообще вот на все закладывать, то 2000 баксов в месяц. Я думаю, вот это будет адекватный расчет. А не так, что мы сняли пятикомнатную виллу за 200 баксов и вообще ничего не тратим. Как? Покажите мне этих людей, пожалуйста, кто эти люди. Я не знаю, не, ладно, если в макашницах каждый день питаться и максимум, чтобы оттратить в день на еду, то, наверное, да. Сынок, ну что ты хочешь? Что ты хочешь, мальчик, ну что ты хочешь? В общем, вот такое видео про жизнь на Пхукете и стоимость... Это очень актуально для тех, кто собирается доехать на 2 месяца. Да, и кто не хочет... Да, и кто не хочет быть обманутым всякими блогерами, которые рассказывают сказки. Да. В общем, друзья мои, я думаю, вы все поняли. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите свои комментарии под этим видео, подписывайтесь на мой инстаграм, там все актуальные новости. Подписывайтесь на телеграм, следите за новостями и ждем вас на Пхукете. Скоро будет несколько встреч с нашими подписчиками. Всем до новых встреч. Пока-пока.